Утвердили бюджет на ближайшие три года. В Нарьинмаре состоялась последняя в этом календарном году сессия собрания депутатов. Главной темой стало принятие во втором чтении проекта бюджета на 2021 год и плановый период. Подробности Ольге Русул. Законопроект представила заместитель губернатора округа, руководитель Департамента финансов и экономики округа Татьяна Лагвиненко. При формировании бюджета мы исходили, как и Российская Федерация, из двух приоритетов. Это исполнение социальных обязательств перед гражданами и реализация национальных проектов. Проект бюджета рассмотрен на заседании профильных комиссий окружного собрания. Прошел депутатские публичные слушания. Между первым и вторым чтением документ был скорректирован с учетом поправок депутатов и губернатора округа. Учтены федеральные средства. Общий объем доходов на 2021 год составит 19 миллиардов 900 миллионов рублей. Расходов 22 миллиарда 200 миллионов рублей. Дефицит окружного бюджета 2 миллиарда 250 миллионов рублей. В общей структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес традиционно имеют расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику. Расходы бюджета Ненецкого округа сформированы в программном формате. С 1 января 2021 года в округе будут действовать 26 госпрограмм. Также округ участвует в реализации 9 нацпроектов. Таким образом на бюджете лежит существенная социальная нагрузка. Бюджет забалансирован жестко, является дефицитным с учетом рисков недофинансирования отдельных видов расходов. На инвестпроекты предусмотрено 5,6 миллиардов рублей, в том числе более 3 миллиардов рублей, на дороге 1 миллиард рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Предметом второго чтения у нас является изменение в текстовой части закона, а также поправки. Поправки были предложены губернатором в соответствии с теми рекомендациями, которые были приняты на депутатских слушаниях. Вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов отметил, что обсуждение проекта бюджета было непростым. В фракции «Единой России» в собрании депутатов также не все устраивает в бюджете. Он не идеален, как идеального, наверное, в жизни не бывает, но к этому надо стремиться. Но тем не менее мы прекрасно понимаем, что бюджет необходимо принимать для того, чтобы округ мог полноценно жить. Понятно, пришлось отказаться от каких-то дополнительных программ, которые не оказывают влияния на стандартную стабильную жизнь округа. Но тем не менее не все вещи, которые реализовывались в прошлом году, были приняты. Ну, опять же, понимая необходимость принятия бюджета для того, чтобы не пойти на одну двенадцатую, финансирование всех учреждений ГРБС и ФОКРУГа, мы все-таки единогласно фракцией голосовали за принятие этого бюджета. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов также отметил, что очень важно принять бюджет в установленные сроки. Рекомендации вы слышали. Они достаточно большие, они достаточно серьезные. Но мы договорились с администрацией, что приложим все силы к тому, чтобы в первом квартале максимально в бюджете учесть все те предложения, рекомендации, которые были выработаны нами вместе и жителями в том числе в рамках общественных слушаний, депутатских слушаний. Поэтому я полагаю, что мы эту работу продолжим. Таким образом, бюджет на 2021 год и плановый период принят во втором и окончательном чтении. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.